Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Тут уже остаточки сладкие, остатки сладкие этого помидорного урожая, но все же немножко понаслаждаюсь тут в нем, посижу и вас понаслаждаю. Многие меня спрашивают по поводу консервации, ну как специалиста-микробиолога, ну просто как хозяин, который катает тоже овощи, овощные консервы, а стоит ли кутать, кутать в одеяло? Вот у меня бушлат, например, старый, не буду показывать, потому что так для эстетики не очень, но на самом деле в быту очень помогает. Ват не одеяло какое-то, вот стоит ли после закатки, закатки и стерилизации в домашних условиях кутать эти самые консервы? Ну, с точки зрения микробиологии и сохранности этих консервов, ну первое, что скажу, что фактически консервов домашних, стерильных полностью не бывает. Благодаря добавлению уксуса, соли, сахара мы создаем неблагоприятные условия для развития этих микроорганизмов. Но стоит нам создать благоприятные условия, вскрыть банки, дать доступ кислороду, там еще что-то такое, они начинают закисать, потому что те микробы, которые там сохранились, они начинают оживать. А при чем же здесь кутанье? Дело в том, что кутанье очень сильно понижает вероятность того, что в процессе как бы созревания маринада, маринования этих консервов, то есть пропитывания овощей маринадом, внутри останутся жизнеспособные микроорганизмы, которые могут вызвать взрыв банок. То есть сохранение температуры консервов длительное время благодаря этому кутанью позволяет гораздо лучше и быстрее промариноваться овощам и создать внутри овощи условия неблагоприятные для развития нежелательной микрофлоры. Если же консервы быстро охлаждаются, то в этом случае они могут быть сырыми в момент охлаждения, там могут начать развиваться микробы, и все же иногда микробы берут верх, и поэтому консервы взрываются. Поэтому все-таки кутать надо. Но это не значит, что если вы не кутали, то у вас обязательно взорвется. Нет, это очень индивидуальные вещи. Зависит от концентрации соли, сахара, количества уксуса, величины и размера овощей. Отрезали вы попки у огурцов или не отрезали? Отрезали попки огурцов, они гораздо быстрее промариновались. Не отрезали попки огурцов, они будут медленно мариноваться, поэтому там дрожжи и бациллы могут развиваться внутри самого огурчика, и банки могут повзрываться. Но мы говорим лишь о вероятностях. Уже 100% не бывает. Но просто если вы кутаете, то вероятность того, что банки ваши повзрываются, гораздо-гораздо меньше. Я кутаю, и вам советую тоже кутать. Хороших вам консервов, консервных вам выходных. Они у меня точно будут консервны, 100%. Вот, поэтому для меня все это очень-очень актуально. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok